Священник Кто такой священник? В чем состоит его служение? Как человек становится священником? Сегодня на эти вопросы отвечает митрополит Саратовский Ивольский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте, Юля! Так кто же такой священник? Священник – это человек, который решился посвятить свою жизнь Богу, служению Богу и людям. Священник – руки, глаза, ноги, архиерея, который является преемником апостолов. Священник – это человек, который возглавляет евхаристическое собрание в своем приходе. Он же такой священник. А как человек становится священником? И что происходит с ним во время рукоположения? Человек становится священником в результате выбора. Нужно любить Бога, любить церковь, церковную жизнь, увидеть в ней смысл своего собственного существования, захотеть очень сильно, захотеть служить. Вы знаете, вот есть такое вот чудо, когда человеку хочется отдать свою жизнь, всю без остатка, ради какого-то дела, служения. Вот в случае со священником – это обязательное условие. И вот тогда человек начинает стремиться к этому, он получает образование, идет в семинарию, получает образование, и после этого становится священником, после рукоположения. Сначала диаконом, потом священником. И служит всю свою жизнь. Это в идеальном варианте, то, что я вам рассказываю. Во время рукоположения, или по-гречески хератония, во время возложения рук епископа, являющегося преемником апостолов, божественная благодать, как сказано в самом чинопоследовании, немощная врачует и оскудевающая восполняет. То есть врачует немощи человека. Любой человек имеет какие-то недостатки, какие-то немощи, каждого они свои. И восполняет недостающие. То есть восполняет то, чего у этого человека по естественному положению ищи могло бы не быть. Каких-то дарований необходимых для того, чтобы служить священником. Вот это одно из семи таинств церкви, наверное, самое удивительное, самое непостижимое, которое соделывает обычного человека, такого же, как и все остальные, служителям таинств христовых. Дает ему возможность быть, ну, как сказано в старинных учебниках богословия, посредником между Богом и человеком. Это не очень правильное выражение, но оно, тем не менее, до какой-то степени выражает суть дела. Владыка, существуют ведь разные степени священства? Да, это диакон, который помогает при богослужении. Это, собственно, священник, и это архиерей, человек, который возглавляет поместную церковь в той или иной местности, преемник апостолов, человек, который рукополагает, в свою очередь, священников и диаконов. Но не каждый священник может стать архиереем. Ну, в общем, да, не каждый священник может стать архиереем, но тут зависит от очень многих условий. Вот, в принципе, в православной церкви уже очень давно архиереи избираются из числа монашествующих, но иногда из вдовых священников, которых перед архиеристом тоже постригают монахи. Вот такое правило, оно идет со времен императора Юстиниана о том, что в архиереи можно избирать только монахов. Хотя в древней церковь знала и другую практику, знала и семейных архиереев. Но со временем просто церковь решила, что для нее это более правильно, когда человек не будет связан никакими узами другими, кроме служения церкви. – Владыка, а всякий ли священник может быть духовником? – Теоретически, да. Практически нет. Теоретически, потому что у каждого священника совершенно одинаковая благодать совершать все абсолютно таинства и обряды. Но, конечно же, человек-духовник предполагается, что это опытный человек, который достаточно хорошо может руководить другими людьми. И этот опыт не сразу и не всем дается. – А вот если человек постоянно посещает один и тот же храм, ну, скажем, самый близкий к дому, исповедуется одному и тому же священнику, можно ли этого священника считать духовником? – Да, конечно. Тут ведь что важно? Чтобы священник как бы удовлетворял тем потребностям, которые есть у человека. И человек тоже не должен забывать одно, что… Вот мы сейчас только что говорили о личностных качествах священника, которые должны быть, духовника должны быть высоки. Но не надо забывать еще, что в исповеди, как и в другом таинстве, действует сам Господь. И священник – он только свидетель. Поэтому, конечно же, исповедь любого священника, она абсолютно одинакова. И если священнику дает Господь как-то благодать помогать тому или иному человеку возрастать в духовной жизни, то это именно результат благодати. Вот даже, помните, даже преподобный Серафим Саровский говорил, «Когда я говорил людям что-то, помолясь, то Господь давал так, что людям была польза». Когда я пытался сказать что-то от своего разумения, от опыта человеческого, то очень часто выходило все неправильно. – Да, Ирис А. Серафим Саров. – Поэтому здесь надо всегда помнить о том, что есть Бог, и Он сам дает благодать требующим ее. – Тем не менее, Владыка, в нашей почте очень часто встречается вопрос, как найти себе духовника, какие вопросы надо решать. – С духовником. – Надо начинать исповедоваться священнику, у которого в храме, куда ты ходишь. И смотреть, если тебя устраивает это исповедь, если человек, если священник тебе может принести пользу, ну, по крайней мере, по твоему рассуждению, то и удовлетворяться этим, и не искать больше ничего. – Владыка, а что такое благословение священника, и как часто его надо брать? И в каких случаях? – Вы знаете, человек, который и общается с священником, и достаточно регулярно, и священник знает его обстоятельства жизни, какие-то условия, в которых он живет, проблемы, которыми он сталкивается, да? Есть такой обычный благочестивый, перед каким-то делом, перед каким-то поступком, решающим шагом, то человек у своего духовника, у священника, у которого он исповедуется, берет благословение. Сегодня я там, порой, делаю даже по телефону. Вот. Но это, конечно, касается каких-то серьезных вещей. Не надо вот брать благословение, скажем, вот батюшка, благословите мне в магазин сходить, да, сейчас, да? Конечно, не такие вещи, а то, что касается каких-то, ну, основополагающих жизненных проблем. – Но вообще считается, что чем чаще ты берешь благословение, тем как-то… – Нет, нет, надо все делать с осуждением, и совершенно не нужно превращаться вот в такое вот инфантильное существо, которое будет бегать за батюшкой по каждому поводу. Батюшка, благословите, 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 благословите. Человек церковный, человек верующий, человек исповедующийся у священников. Это не совсем не значит, что это человек, который полностью, так сказать, отказался от ответственности за свои поступки. Ни в коем случае. Это ни к чему хорошему не приведет. – Владыка, для Саратовской области кажется очень характерная ситуация, когда священники – люди молодые. Почему это так? – Так сложилось. Просто был разрыв достаточно большой в 90-е годы, когда как-то… Или мало очень рукополагали, рукоположенные, рукоположенные, не все дожили до наших дней. И много очень, последние 10-12 лет, может быть, было достаточно много, ну, подавляющее большинство хератонии совершенно в нашей епархии. Поэтому относительно молодые люди, но как недостаток быстро проходит. Они уже на глазах… – Взросле и стремительно. – Они уже на глазах взрослеют, стареют, поэтому, да, еще 10 лет, и все будет в порядке. – Мне понравилось, вы как-то ответили, не боитесь ли вы рукополагать младых священников? Вы ответили, боюсь, но все равно рукополагаю. – Конечно, боюсь. И совершенно серьезно это сказал, не в шутку, потому что действительно, житейский опыт – это очень важная составляющая часть для священнослужения, очень важная. Но также и считаю, что у молодости есть целый ряд преимуществ, помимо недостатков, которые вот очень хорошо, когда используются ради дела именно в этом возрасте. – То есть энергия, желание что-то доказать, делать… – Если у человека есть желание служить, если есть желание что-то делать, это очень хорошо. Надо это желание как дать возможность ему реализоваться. И есть такие люди, их достаточно много, которые с большим горением, с большим желанием приступают к своей деятельности. – Владыка, тем не менее, есть часть прихожан, которые воспринимают молодость, ну, прежде всего, настоятеля, как какую-то преграду. В частности, вот у нас в почте есть такое письмо. Что делать? Я не могу называть отцом человека, который намного младше меня по возрасту. Не могу ему исповедоваться. – Ну, если есть в каком-то, так сказать, не очень большом расстоянии для этого человека еще храм, другой храм с другими священниками. Ну, пусть выбирает и ездит. Это неправильное чувство, так не должно быть. Но если человек не может себя преодолеть, не может переступить, пожалуйста, надо искать других. Но опять же, вот про исповедь. Мы только что сказали, что исповедь – человек исповедуется Богу. Священник – только свидетель исповеди, свидетель покаяния. Ну, какая разница, какой этот свидетель, сколько ему лет этому свидетелю. Вот. Я думаю, что это не принципиальный вопрос. – Я благодарю вас, Владыка, за ваши подробные ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете отправлять на адрес нашей электронной почты, которая сейчас на экранах, или оставлять на портале «Православие и современность». До свидания. Ангела вам, Хранителя. Редактор субтитров А.Семкин